Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Работаю я визажистом практически уже 25 лет. У меня есть школа по макияжу, где я обучаю женщин искусству красоты. Я обучаю, как сделать вот такой макияж приблизительно за 10-15 минут. Я любительница естественности. Мне важно, чтобы женщина выглядела уверенно, при этом свежо, чтобы не было безумное количество косметики на лице. Но сейчас, когда мы смотрим соцсети, когда мы залезаем в интернет и видим, что нам предлагают визажисты или те макияжи, которые сейчас самые актуальны, и мы смотрим, сколько всяких красивых женщин с идеальными лицами. И периодически, да, вот так как я достаточно часто выступаю, провожу вебинары открытые, бывают девушки, не стесняясь, выражаются по поводу внешности. Или моей, или бывает там других девушек. И очень часто так звучит, ой, у вас там нос такой, вам бы надо его укоротить. А что у вас такие тонкие губы? А что у вас с глазами? А что у вас там еще с чем-то? Аж почему такие брови тонкие там? И так далее. Да, сейчас достаточно часто можно услышать в свой адрес какие-то не очень приятные вещи. И в итоге, конечно, очень многих нас расстраивает и вообще может даже вызвать некую депрессию. И поэтому мы ищем макияж, который может изменить наши, как нам кажется, изъяны. Поэтому очень часто спрашивают, как изменить овал лица, как изменить нос, как изменить губы, что еще нужно сделать, чтобы изменить, потому что мне кажется, как мне говорят, у меня не то что-то с лицом, его нужно срочно менять. И я вам сейчас покажу, как действительно можно очень круто изменить пропорции лица и вообще стать просто другим человеком. Но здесь есть очень много тонкостей. Изменения будут колоссальные, но при этом здесь идет очень большая работа. В принципе, то, что я сейчас буду делать, я думаю, что многие из вас уже смотрели в интернете, таких роликов очень много, но я вам хочу рассказать то, о чем не говорят. Поэтому давайте начинать, я вам покажу преображение, а потом вы в сообщениях обязательно мне напишите, какой образ вам нравится больше. Вот такой, натуральный, или когда можно немного подкорректировать и губы, и нос, и глаза, и вообще сделать лицо чуть-чуть другим, а может быть даже и не чуть-чуть. Ну что, начинаем? Готовы? Я да. Убрала волосы. Итак, у меня на лице есть тоненький-тоненький слой тонального крема. Я смывать его не буду, потому что это не к чему. Тот макияж, который я сейчас буду делать, он достаточно плотный. И вот об этом не всегда говорят, когда показывают такой макияж. И, конечно, очень часто показывают конечную картинку, где есть немножечко фотошопа, а может быть даже немножечко. И вообще камера, она совсем по-другому передает. Значит, для того, чтобы сделать лицо более стройненьким, или те девушки, которые мечтают, чтобы были высокие скулы, покупают различные скульпторы, которые как раз могут сделать такой эффект. Я сейчас тоже воспользуюсь этим скульптором и сделаю темные полоски, которые создадут эффект глубины. Как это делается? Значит, я хочу сделать выразительные скулы и меньше щеки. И это делается немножечко на тон или на чистое лицо. Если у вас на лице нету никаких там нюансов, ну типа купероза или еще что-то, то тогда это можно делать сразу на средства по уходу за кожей. Делается вот таким образом. Вы рисуете вот такие вот откровенные полоски. Это обязательно. Не растушевывайте, это важно. Их нужно прямо вот так вот оставить на лице, потому что обычно показывают, что их растушевывают. Я сейчас вам покажу более легкую технику, чтобы вы все-таки могли этим воспользоваться. И увидите, как это делается быстро. Нос, конечно, ну как же! Мой нос, господи, сколько раз я слышала по поводу своего носа, что он у меня большой, длинный. Почему вы не укорачиваете? Я специально даже видео на ютубе сделала, как сделать нос меньше. И какие бывают ошибки, когда делают коррекцию носа. Значит, сделала его поуже, чтобы кончик носа был заостренный, но при этом носик у меня длинный, я его делаю чуть-чуть покороче. Теперь вот эта зона, брельки, если хочется сделать их поменьше, то тогда нужно именно эту зону затемнить. Поэтому я прямо вот по этой линии провожу. Но здесь очень важно не затемнять вот эту зону. Это очень распространенная ошибка. Я сейчас буду делать самый популярный макияж, который мы можем видеть в соцсетях. Вот. Но вот тут вот начинаются тонкости с пропорциями. Чтобы сделать такое а-ля кошачье лицо, то есть треугольно, нам нужно вот эту часть сделать, ну как бы побольше, а вот здесь, соответственно, поуже. То есть эффект треугольника. И вы знаете, какая самая распространенная ошибка? Когда затемняет подбородок. Если его затемнить, то мы тогда делаем лицо короче. Все, автоматически. Следующий шаг, это вот эта зона. Опять же, если у вас, например, лоб невысокий, и вот эта часть узковата, то если вы здесь затемните, это будет ошибка, у вас не будет никакого эффекта. Вот эту ошибку я вижу у очень многих специалистов. Поэтому, надо ли здесь затемнять, это зависит от того, какой вы хотите результат, то есть какое у вас лицо. Значит, в данном случае я хочу сделать лицо треугольное. Поэтому затемнять вот эту зону я не буду. Я оставлю здесь натуральный цвет, и затемняется только здесь, здесь для того, чтобы нижнюю часть лица сделать поуже. Теперь не растушевывается. Более того, даже хорошо бы, чтобы это средство чуть-чуть зафиксировалось на коже. Потому что следующий шаг, это нанесение тонального крема. И тональный крем прекрасно все это полирнет. И не нужно ничего растушевывать. Очень быстро и легко. Тональный крем набираю спонжиком. И посмотрите, вот таким вот образом я начинаю набивать. И стараться даже не растушевывать. Это очень важно. Просто набить вот на эти вот коричневые линии. Почему не надо растушевывать? Потому что когда вы наносите тональный крем, он закрывает вот эту темную линию. Вот здесь, может быть, если появилась чуть-чуть какая-то острота от предыдущей линии, вы немножечко ее можете растушевать. Да даже этого не требуется. Посмотрите, как хорошо получается. И видите, вот это называется такая мягкая коррекция. Вот если так сделать, то коррекция лица есть, но при этом она практически незаметна. Здесь то же самое. И, соответственно, с этой стороны. Посмотрите. Видите, как? Очень быстро, элементарно, удобно. Если вы неправильно нарисовали эти полосочки, вы тут же их можете скорректировать перед тем, как будете наносить тон. И посмотрите, вот она плавная коррекция. Вот тут чуть-чуть растушевала. Все, в остальном, получается, уже... Видите, есть вот эта тень. То же самое с зоной центральной. Поэтому сюда тоже я наношу и ничего не растушевываю. А вот такими вбивающими движениями. Все, достаточно. Немножко по периметру. Больше не нужно. Следующий шаг – это консилер. И вы наверняка видели, когда консилер наносит очень плотно и высветляет центральную часть лица. Да, для того, чтобы вот эта зона была более глубокая, нужно подсветить вот центральную зону. Почему? Потому что, когда вы затемняете, когда вы здесь более плотно делаете тон, автоматически, просто автоматически у вас центральная часть лица, она будет не такая совершенная. На фоне совершенной вот этой зоны вот тут вот сразу вылезут всякие нюансы. Поэтому делается треугольник молодости. Еще это можно назвать там голливудские очки. Это когда вот так вот все высветляется. Но в данном случае у меня уже есть легкий макияж. Да? Если я сейчас сделаю фотографию, то на фотографии мой макияж будет смотреться так, как будто его практически нет. То есть очень часто камера, она съедает краски. И вы наверняка видели, что вы накрасились, выглядите великолепно, а потом сфотографировались, и у вас практически макияж не заметен. Поэтому для того, чтобы видеть вот эту трансформацию, чтобы было видно, где я высветлила, где я затемнила, то, конечно, макияж делается более яркий, для фото более яркий. Плюс, как всегда, все визажисты используют еще немного фотошопа, или много, для того, чтобы скрыть декоративную косметику. Поэтому, когда мы смотрим вот на это преображение, оно выглядит как бы, вау, мне тоже так надо, я так же хочу, пожалуйста, вот эту зону высветляю, тут я затемняла, а здесь я консилером высветляю, как раз получаются вот эти вот голливудские очки. То есть, вот эта зона под глазами, она, видите, становится подсвеченная, и вот больше идет вот этот рельеф. Носогубки. Очень аккуратно надо с носом. Ой, как у меня, что-то вены тут торчат. Так. Если кто-то скажет, что меня возраст выдает шея и руки, тогда я им скажу, а я и не скрываю. Возраст выдает тогда, когда что мы его скрываем. Я не скрываю, я взрослая тетя. Так. Посмотрите. Видите, как получается? Крашусь в камеру. Не вне зеркала. И вот, видите, вот эта подсветка. Обязательно между глаз, вот здесь вот высветляем. Это визуально будет глаза немножечко раздвигать. У кого особенно она близко посажена, это очень актуально. Или у кого-то эта зона темная, это очень важно. Видите, уже есть рельеф. Но опять же, вот здесь вот на камере кажется, что ой, как натуральненько. Вблизи девочки уже здесь так у меня достаточно плотненько. И тут нужно очень аккуратно улыбаться, чтобы все морщинки мне не проявились. А если сделать поделикатнее, то поделикатнее было до этого. Поэтому, когда речь идет о моделировании, деликатное моделирование очень хорошо смотрится, именно когда мы общаемся близко в жизни. А что касается фотографии, как я уже сказала, фотография, когда делается то макияж, он или растворяется, или он становится такой, знаете, даже грязноватый. В зависимости от камеры. У всех разная камера, поэтому по-разному будет выглядеть лицо. На каждой камере будет по-разному смотреться. Соответственно, надо понимать, какая у вас камера. Вот вы хотите сделать такую фотографию шикарную? Посмотрите, как у вас лицо выглядит без макияжа. Оно уже симпатично, или все-таки там вылезает что-то. То в зависимости от того, какая у вас камера, будет и зависеть плотность макияжа. Это очень важно. Вот посмотрите. Я сейчас поближе. Видите? Достаточно хорошо все растушевала. И уже есть коррекция. Но эта коррекция, я бы сказала, она еще недостаточно активная. На фотографии она так читаться не будет, как в жизни. Следующий шаг это была кремовая коррекция, потому что в данном случае у меня были кремовые текстуры. Следующий шаг это коррекция сухая. Сначала я припудриваю, чтобы зафиксировать кремовые текстуры. Пудра натуральная, и она просто делает лицо матовым, и все кремовые текстуры делают более стойкими. Сначала делается так, и под глазами то же самое. Здесь все. А теперь делается это фиксация. А теперь делается еще дополнительно это называется сухая коррекция. То есть берется хайлайтер и наносится в качестве высветления и сияния вот на эти зоны, чтобы вот здесь вот скулы очень красиво бликовали. и плюс это дополнительно дает еще больше вот этой вот подсветки. И это сияние оно создает эффект отсутствия тональных средств. Ну типа кожа рассияет, значит она не припудрена. Сюда наносится как правило под бровь. Вот. И в зависимости от того какие пропорции кому-то нужно здесь высветлить, кому-то здесь. Вот например если у вас лоб небольшой, то высветляется вот в этой зоне. Можно еще по центру, но так как это средство сиянием, и не хочу чтобы у меня лоб сиял. Поэтому достаточно только вот этой зоны. Немножечку вот тут брыльки, чтобы не видны были. Ну в принципе все. А теперь усиливаем и сделаем очень красивые выразительные скулы. Это делается уже скульптором. Иногда некоторым скульптором не сделать. Если у вас его нет под рукой, а вы хотите вот этот вау-эффект, просто возьмите тени серо-коричневые и это будет ваш скульптор. Я так часто делаю. Конечно, у меня есть и непосредственно скульптор. Так, смотрим. Так как у меня сейчас уже на лице есть пудра, соответственно сухая текстура моделирующей пудры или теней ваших матовых будет очень хорошо скользить. И начинаем усиливать. Это значит дублирование и усиление эффекта. я хочу чтобы скулы были прям очень активные, чтобы лицо прям кардинально изменить. Мне, например, ну не нравится допустим мои щечки. Есть же такие девушки, которые мечтают, чтобы щечки у них были поменьше. Так вот видите, посмотрите, как меняется лицо. С этой стороны оно более такое овальное, а вот тут уже скульптура пошла жёстче. Когда пожёстче моделирование, то тогда очень хорошо и видно изменения в лице. Если моделирование лёгкое, то очень часто, особенно если мы говорим про фото, на фотографии читаться это не будет. Ещё хочу. Я хочу прям кардинально изменить. И вот это вот иллюзия, представляете, лицо, какое было такое осталось, но за счёт того, что я наношу сюда тёмный цвет, здесь светлый, визуально создаётся иллюзия, что лицо имеет вообще другие пропорции. Вторую половинку. Конечно же, вот эту зону обязательно тоже делаем более активно, затемняем, затемняем и вот так, немного шею, чтобы не получилось огромной разницы шея и нижние скулы. И, конечно же, носик. Носик я смоделирую спонжиком, так удобнее для того, чтобы сделать ювелирную работу и не сделать нос грязным. Бывает, что так моделируют носы, что в итоге носы смотрятся грязные. Так, теперь я хочу сделать лицо немножечко потеплее, поэтому я воспользуюсь еще бронзером. Бронзер, он что дает теплоту. Вот я теплю кожу и вот как раз уже бронза, он соответственно будет не такого цвета, как моделирующий, а такой как солнечный загар. И вот этим солнечным загаром я сейчас немножечко сделаю такую как бы полировку, чтобы более плавные были переходы. И тут как раз можно немножечко дотронуться до лба. Так, теперь что? А теперь конечно же румяна. А румяна хочется какие? Ну какие? Розовенькие, чтобы свежачок был? Обязательно, чтобы еще немножко сгладить моделирование и придать такой как бы свежачок. Следующий шаг теперь конечно же нужно сделать яркие брови. этого никуда. Брови это тренд, они должны быть широкие, они должны быть достаточно густые, поэтому вот то, что у меня есть, это у меня уже прорисовано. Но нам нужно же сделать как бы модненько, поэтому я беру сейчас карандаш и мне не раз говорили, что очень у меня тонкие брови, что визажисты так не носят. Какой же вы визажист с такими тонкими бровями. И правда, надо сделать по-другому. Надо как у всех. Все ходят и неприлично. Поэтому я сейчас делаю шире и конечно же подлиннее, побогаче, побольше и немножечко такие диковатые, но при этом конечно же нужно сделать что? Дикие, мохнатенькие, ну типа естественно. Мне кажется все равно тонкие, согласны, да? Угу. Так, еще делаю шире. то вдруг никто не заметит, что у меня брови есть. Так, одна, вторая, готова. Угу. Ну уже, уже какая-то другая девушка. Я вам никого не напоминаю, нет? Так, теперь глаза. Ну вот я глаза крашу вот так, и конечно коричневые тени, многим ненавистные, но я их обожаю. А сейчас я возьму тени потемнее немножко, чем те, которые у меня есть, и сделаю огромные глаза. Я хочу большие глаза, и еще я обязательно наклею ресницы. И у меня глаза среднего размера, я бы даже сказала, они небольшие, сейчас они с макияжем, то есть они уже побольше, но мне хочется, чтобы они были еще больше. Как вот у некоторых восточных девушек, у них такие огромные, красивые, большие глаза, что им даже просто ресницы накрасила уже шикарно. А у кого глаза поменьше, но если хочется вот такой эффект больших, красивых, восточных глаз, то нужно постараться сделать и макияж поярче, и увеличить глаза практически в три раза. Не в два, а в три. Для того, чтобы сделать такой макияж и действительно, чтобы был эффект, здесь нужно темные тени. Если взять такие нежненькие, светленькие, то такого эффекта не будет. Именно темные тени позволяют изменить пропорции глаз. Поэтому тут макияж делается очень-очень активный. У меня такие черно-коричневые тени. И посмотрите, насколько амплитуда коррекции. Вы видите, я увеличиваю глаза. Вот если вот так взять мою форму, то практически еще столько же дорисовываю. Это у меня по горизонтали и, конечно же, по вертикали. То есть снизу очень активная прорисовка. И вот здесь сверху. Таким образом у меня очень здорово увеличиваются пропорции. Посмотрите, какой огромный глаз. Сейчас еще реснички сделала и будет еще эффектнее. Но это только тени. Теперь обязательно нужно взять карандаш для глаз и сделать глаз большой и четкий по горизонтали. то есть я прорисовываю сейчас межресничную прорисовку для того, чтобы сделать глаз выразительнее и, конечно же, подлиннее, чтобы он был больше. Я увеличиваю вот сюда по горизонтали, это с помощью теней, и вот этот внутренний уголок я также прорисовываю для того, чтобы сделать глаз длиннее. Немножко сюда, немножко сюда. Красота же! Сейчас я воспользуюсь белым карандашом и увеличу глаз по вертикали. Это, конечно, не совсем белый. Выбирайте карандаш, чтобы он был такого бежевого цвета, бежево-розовый, только не белый. Белый, если будет карандаш белее, чем ваши белки, это будет некрасиво. увеличиваю по вертикали, то есть по слизистой полностью, особенно чуть-чуть пониже на свои реснички залезаю, для того, чтобы, видите, он у меня сразу стал намного больше. И по вертикали, ой, по горизонтали, сори, это пару миллиметров вывести за край каяла. слизистой, то есть несколько миллиметров, буквально два-три. Таким образом у меня увеличивается разрез глаз за счет темного и белого карандаша. Повторим второй глаз. Готово. А теперь клеим ресницы и делаем глаза еще более выразительные. Готово. второй глаз. Опачки. Ну что? Нижние ресницы надо тоже накрасить от души. От души. Надо, чтобы образ был законченный. и сейчас когда реснички подсохнут, я еще соединю свои ресницы с накладными. Нижние тоже. Иначе получается как будто бы их вообще нету. Такой лысый глаз. Нет, нижние мы тоже красим. Кстати, тоже можно было бы немножечко туда добавить накладных. Такой тоже прием есть. приклеивается и пучками на нижнее веко, чтобы сделать более густые ресницы. Обойдусь пока тушью. Ну что? Сейчас подсохнут я накрашу. Теперь переходим к макияжу губ. Надо сделать большие красивые губы. сейчас мне кажется без этого не обходится ни один макияж из соцсетей. Делаю вкусные губки. Надо конечно сделать их побольше. Да, безусловно. Как это без этого? Увеличиваю карандашом не очень темно. Но так, чтобы прям губки так губки. Хотя я сделала это очень натурально. Будет ощущение как будто у меня свои такие губы. Губы сделать большими в принципе не сложно. Какая-то знаешь правильную технику. Можете сам меня удивиться. О, какие обычно когда так рисуют, он говорит, Жанна, вы вот качали губы, сразу видно. Я говорю, нет. Я просто визажист. Это все делает с помощью консилера. Он тут нам очень может помочь, потому что может скорректировать какие-то неровности. Вот здесь например. И карандаш. Карандаш должен быть не очень тюнный, чтобы практически создать иллюзию собственного контура. Видите, уже они значительно больше. Потом очень сильно влияет именно то, какая будет растяжка, то есть как вы затемните карандаш, как вы растушуете. Это огромное значение имеет. Тогда будет абсолютно смотреть как естественная форма. Так, и например консилером или белым карандашом также можно смотрите немножко неровно чуть-чуть нужно здесь чуть-чуть почуть вот здесь чуть-чуть с другой стороны так растушевали. Теперь беру этот же светлый карандаш и немножечко высветляю центр чуть-чуть чтобы еще больше сделать объемные губы. Видите, как сразу же они стали более выпуклые. И конечно же полярнуть все это нужно блеском чтобы сделать такой совершенный вид. Блеск натуральненький красота же посмотрите какие губы так надо добавить немножечко румяна румяна много не бывает еще раз еще раз еще раз можно чуть-чуть как раз вот сюда обязательно соединить шеей чтобы все было ровненько переходы все плавные сделать так осталось сделать прическу ждите меня ну что девушки как на кого я похожа посмотрите какая звезда как вам макияж как я выгляжу что скажете напишите пожалуйста ваше впечатление нравится вам так или нет красиво мне кажется здорово какая-то другая я прямо стала дивой согласны так теперь давайте посмотрим как это выглядит вблизи кажется что вот издалека так все это красиво а на самом деле вблизи конечно здесь очень много тона и когда я улыбаюсь у меня вот тут прям все-все-все морщинки они все читаются учитывая что глаза увеличены очень сильно то вот это вот амплитуда коррекции то есть вот тени идут смотрите аж практически до височной зоны соответственно когда вы будете находиться рядом с девушками у кого такой макияж будет очень тяжело смотреть такие глаза будут рассматриваться макияж ну брови ладно еще более-менее но они такие немножечко знаете как бы агрессивные из-за того что большие губы ну губы в принципе мне кажется имеют место быть да но сам макияж слишком активный слишком активный здесь у меня реснички чуть-чуть отклеились но я бы с таким макияжем ходить не смогла потому что выглядит это вблизи некрасиво и такая трансформация для меня слишком жесткая хотя сейчас вы увидите фотографии на фотографиях великолепно поэтому вот такой макияж он делается только для того чтобы сделать фото причем тут нужно учитывать освещение и потом просто идем умываться вот так готовы готовы ли вы ходить с таким макияжем напишите пожалуйста и девушки ну вот вы посмотрели пожалуйста вы можете поучиться сделать такой макияж но я вас сразу предупреждаю глядя в зеркало вы будете смотреть и говорить какой ужас я так ходить не смогу это будет сто процентов поэтому это такая иллюзия что это так здорово это так красиво почему вы так не делаете макияж я не делала и не буду делать такие макияжи потому что с одной стороны они очень эффектные но я вас уверяю когда вы выйдете с таким макияжем в люди на улице в ресторане честно вам скажу вы соберете очень много взглядов сто процентов но потом эти же люди будут говорить посмотри на эту страшилку посмотри как она намазана мужчины будут смеяться смотреть разглядывать делать комплименты но при этом между собой они будут вас очень сильно ругать и говорить боже мой посмотри на этот ужас вот это будет сто процентов вы этого ждете вы реально хотите быть вот таким посмешищем вы хотите ходить с чужим лицом для того чтобы вас думали ой на кого-то она похожа наверное на Ким Кардашьян или там на какую-то другую звезду но зачем это нужно я искренне это не понимаю я почему-то такие макияжи не делаю потому что я не хочу чтобы меня с кем-то сравнивали я хочу быть Жаной Санжак я хочу выглядеть хорошо в своем возрасте на данный момент мне 47 лет я обучаю искусство макияжа я обучаю женщин любого возраста от 20 до 120 лет делать макияж так чтобы вы себя чувствовали уверенной красивой ни на кого не похожей чтобы люди окружающие восхищались восхищались именно вами они сравнивали вас с кем-то непонятно с кем поэтому это искусство почему я так называю там есть очень много тонкостей которые мы не знаем поэтому есть направление которое сейчас очень популярное это чисто для соцсетей и есть направление которое необходимо каждый из нас для жизни чтобы в жизни мы выглядели теми желанными красивыми женщинами шикарные в своем возрасте которые знают вот этот толк в красоте и таким образом создают вот этот образ идеальной загадочной женщины это то что я очень люблю когда смотришь на женщину разглядываешь и восхищаешься какая она красивая и какая она не похожая ни на кого поэтому вот это типирование вот этот вот шаблонный макияж который делается практически везде но уже просто достал честное слово вот у меня такое откровение да потому что я все-таки люблю когда женщина выглядит с натуральной кожи когда нету вот этого ощущения тонна косметики на лице когда ее можно поцеловать обнять когда можно восхищаться красотой ее глаз а не тем как это все сделано масштабно и то что как раз может отпугивать поэтому не путайте красоту на каждый день и красоту для одной фотографии если вам нужно сделать такое фото пожалуйста вот вам инструкция повторите сделайте сфотографируйтесь только через фильтр иначе будет ужас а потом умойтесь а на каждый день красота это приходите ко мне на базовый курс по макияжу где я обучаю этому искусству вы получите все знания которыми владеет профессиональный визажист но для себя этот курс чтобы вы научились грамотно себе делать макияж так чтобы вблизи выглядеть великолепно без тонны косметик как будто бы у вас вообще только реснички немножко прокрашены и вы при этом выглядите великолепно вот такой вот курс он достаточно глубокий фундаментальный поможет каждой женщине неважно где вы живете и сколько вам нет также подписывайтесь на мой телеграм-канал там много тоже интересной информации и все эти ссылки на базовый курс на телеграм-канал пожалуйста вот под этим видео обязательно ознакомьтесь и я вас жду я готова научить каждую из вас я это очень люблю и стараюсь настолько досконально донести вам материал поэтому даже если у вас нулевой запас знаний в этой области то вы все равно освоите эту науку спасибо вам огромное до новых встреч